Здравствуйте, друзья! В эфире новости мировой недвижимости от Приан, интернет-порталов, на которых представлены объекты более чем в 70 странах мира. Сегодня мы поговорим о Турции, Болгарии, будет несколько интересных анонсов, ну а начнем с Греции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порог входа, то есть минимальная сумма покупки до настоящего времени, она составляет 250 тысяч евро и полмиллиона в самых востребованных районах. Теперь соответствующие цифры 400 и 800 тысяч. При этом дорогих районов становится много больше. Это почти вся Альтика, то есть Афины, Салоники, Миконос, Санторини и все-все-все острова с населением более трех тысяч жителей. Это очень серьезное ограничение. Замечу, правда, что в Греции останутся престижные и даже любимые иностранцами места, острова, где живет меньше, чем три тысячи человек. Недавно мы снимали видео про остров Паксус, ссылку на ролик я приложу в описании. Место вполне себе прекрасное, можно даже сказать богемное. Очень красивый кусочек земли в Ионическом море. Получается, вот здесь по-прежнему можно будет купить недвижимость под золотую визу от 400 тысяч евро. Есть еще одно важное условие. Недвижимость, приобретаемая под ВНЖ, по нынешней информации, должна быть площадью не меньше 120 квадратных метров. То есть роскошная, но небольшая видовая квартира – не вариант. Косвенно можно посчитать, что это элемент борьбы с краткосрочной арендой. Практически вся недвижимость, купленная под золотую визу к настоящему времени, так или иначе оказывается на туристическом рынке. Теперь же краткосрочную сдачу объектов, купленных под ВНЖ, греки вовсе запрещают. Ну и, видимо, уже заодно востребованное туристическое жилье под программу теперь, получается, не подойдет. Ну и, наконец, сроки. По старым правилам, купить и войти в программу еще можно. Если вы успели внести депозит под жилье до 31 марта, чтобы выплатить всю сумму, вам дадут целый год. Ну а если вы пока не начали оплату, у вас есть время до конца сентября. Вы должны успеть внести как минимум 10% депозит. И тогда полностью оплатить недвижимость можно будет до конца 2024 года. В общем, в ближайшие месяцы на греческом рынке будет жарко. Все, кто затягивал, вынуждены ускориться. Счет может идти на тысячи человек. Греческие риэлторы от ситуации не в восторге, но сохраняют оптимизм. Программа не закрывается. Покупка недвижимости по-прежнему будет основанием для получения ВНЖ. Напомню, что граждане России и Белоруссии, имеющие второй паспорт, а также члены их семей, могут подаваться на греческую золотую визу. Ну а альтернативой в Европе остаются программы Испании. Там надо купить на сумму от полумиллиона евро. И Кипра. Там требуется приобрести новостройку за 300 тысяч плюс. Испанцы сейчас работают просторопнее киприотов. То есть они выдают ВНЖ чуть ли не через пару недель после регистрации недвижимости. К тому же Кипр, он не в Шенгене. Но, с другой стороны, на острове вы получаете постоянный вид на жительство. И, по нашим данным, оплата из неподсанкционных банков, если мы говорим про оплату из России, она по-прежнему возможна. Что ж, не Греции единой. Болгария вновь набирает популярность. Мы видим это по своей статистике. Правда, здесь важная оговорка. Прианам пользуются в десятках стран мира. И интерес мы видим не столько со стороны покупателей из России, сколько от украинцев, немцев, израильтян. Ну, а теперь к данным Национального статистического института. Это важная информация для продавцов и покупателей. Динамика цен. Они выросли. Выросли за год во всех крупных городах страны. То есть в городах с населением более 120 тысяч человек. Таких в Болгарии всего шесть. Наибольший рост в Руссе, Бургасе и Варне. Здесь в процентах показатели, как вы видите, двузначные. В остальных трех крупных городах цифры поменьше. В Софии, например, 9,7%. В целом по стране жилье подорожало примерно на 10%. Причем заметной динамика была в первой половине прошлого года. А вот в последнем квартале изменения зафиксированы в рамках статистической погрешности. Мы уже рассказывали, что с осени запросы продавцов перестали коррелировать с желаниями покупателей. Соответственно, число сделок сократилось и довольно существенно. Впрочем, это было до новостей о вхождении страны в Шенген. Программа гражданства Турции по-прежнему востребована. Одним из нюансов в ней является обязательная кадастровая стоимость покупаемой недвижимости от 400 тысяч. Но известно, например, что в Стамбуле вот эта кадастровая и реальная стоимость, они ближе или даже совпадают. А вот на побережье с этим сложнее. И под гражданство приходится покупать объект по куда более высокой, чем 400 тысяч цене. Но в нашей традиционной рубрике сегодня мы покажем приятное исключение из правил. Это отель, работающий по концепции халяль в районе Коноклы. Для тех, кто не знаком с регионом Аланья, этот район примерно в 10-15 километрах к западу от центра города. Работает отель по системе Ultra World Inclusive, отсюда и богатейшая инфраструктура. Здесь вы можете купить номер и, обратите внимание, кадастровая стоимость сделки будет соответствовать реальной. Поскольку один номер стоит 250 тысяч долларов, под гражданство нужно купить два, но программа это допускает. И получается еще одно второе очевидное преимущество. Мы имеем дело с отелем, то есть с недвижимостью, у которой уж точно есть отельная лицензия. А значит, получать доход от краткосрочной аренды здесь можно с первого дня покупки. Все подробности по ссылке, которую мы прилагаем в описании. И там же ссылка на базу турецких объектов на Приан. Теперь позвольте пару слов о нашей работе. Я с удовольствием представляю обновление на Приан. Мы создали раздел «Жилые комплексы». Новый полезный и удобный инструмент. Вы можете изучать информацию о конкретных проектах, оценивать локации, сроки сдачи, инфраструктуру. Можно также посмотреть, какие апартаменты или даже отдельно стоящие юниты можно купить в конкретном комплексе. Ну и, разумеется, получить контакты продавцов. Как я уже сказал, раздел запущен. Посмотреть, как все работает, можно по ссылке. Она тоже прилагается в описании. Ну и в заключении я приглашаю вас на наш очередной вебинар. 4 апреля днем мы будем говорить, точнее будем сравнивать возможности в Объединенных Арабских Эмиратах и в Омане. Первая страна последние два года абсолютно в топе, а другой, подавляющее большинство покупателей, два года назад только узнали. Но в любом случае это богатые государства Ближнего Востока. Они интересны и для получения статуса резидента, и для ведения бизнеса, и для инвестиций. И, давайте об этом тоже не забывать, это морские курорты. Итак, эксперты компании Solant на вебинаре Priant через неделю, в четверг, 4 апреля. Ну а я на этом прощаюсь с вами на неделю. Если вам было интересно, поставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. И главное, мира и безопасности с каждой неделей звучит все актуальнее. Субтитры создавал DimaTorzok